Итак, очень краткое введение в проблематику, оно подготовлено, еще раз подчеркиваю, это Андрей Николаев. Списки в русской википедии делятся на информационные списки, ну традиционно делятся на координационные списки и на глоссарии. И в любом, значит, здесь показана структура и смысл этих списков таких видов, и при этом надо иметь в виду, что все эти списки удовлетворяют таким общим требованиям, которым удовлетворяют и обычные статьи, как МТЗ, авторитетные источники, соблюдение правил чняв, то есть энциклопедичность фактически, да, совокупная значимость, но остальные критерии тоже специфические, списочные, разумного совпадка, наличие критерий включения и совокупная значимость. Чем они отличаются? Информационные списки находятся в основном в пространстве, могут быть издранными. Координационные списки никогда не находятся в основном в пространстве, ну, по крайней мере, как сейчас это принято. И когда он заполнен, то есть они служат для помощи при работе на Википедии исключительно, считается так, да, и дальше они удаляются, когда заполняются. Ну и глоссарий – это просто некие фактические приложения к основным статьям. Ну и, в общем, из всего этого мы видим, что сейчас происходит. Есть проекты, координационные списки, и некоторые участники сейчас активно выносят координационные списки пространства проектов. Ну и, короче, все это привело к некоторым широко известным обсуждениям, в том числе заявке в арбитражный комитет. А арбитражный комитет, насколько вы помните, сказал, что это не его дело. Ну вот, собственно, это самый заявка в арбитражный комитет. И что сказал по этому поводу АК? Он сказал, что не вырабатывает новых правил. А еще было утверждение, что значимость не может быть в критериях включения, так как значимость – это внутри единое понятие, значимость для википедии, а вне википедии, в авторитетных источниках критерия и здесь такого же, как вот наша значимость, вроде как нету. Так, ну и здесь представлен проект «Списки-2», где списки делятся на, ну, деление списков информационные, кронологические, сравнительные, глоссарие и координационные. Я думаю, что при… я не буду подробно на этом останавливаться, при желании коллеги могут вернуться к этому слайду, если кто-то будет про это говорить. Значит, здесь основные дискуссии по этому проекту. Тоже перечисляю, перечислен, перечислены темы. Ну, значит, что можно делать для списков без описания элементов? Ну, вот есть такие варианты, как предусмотреть допустимость по конкретным видам. Видам – это тоже те списки, которые упоминаются, кронологические, сравнительные, есть вариант создать новое пространство имен, есть, собственно, тоже этот вариант широко обсуждается, как вы помните, есть вариант совершенствования навигационных механизмов, например, немножко изменить представление категории, вот то, что частично обсуждалось в дискуссии, в обсуждении вчерашнего доклада Дмитрия Рожкова, да, тоже что-то подобное. Вот. Ну и вопрос по спискам значимых объектов, в каком виде они допустимы, то есть их можно рассматривать как навигационные списки, как индексы статей, и они допустимы, например, в отдельном пространстве имен, да. Ну вот, краткое такое введение, что хотел представить ведущий круглого стола, которого, к сожалению, нет. А на этом я передаю микрофон Александру и прошу высказываться все заинтересованного впечатления. Спасибо.